Друзья, всем привет! С вами Леся и у нас уже пятница, подходит конец недели, время пустых баночек. И давайте с вами приступим. И я вам покажу шампунь, который у меня закончился. Это у нас укрепляющий шампунь для волос Dying G Meory Gold Premium. Поэтому, девчонки, знаю, что как-то это название Dying G Meory очень красиво переводится. Мне писали что-то, связанное с невестой, волосами, заплетением волос. В общем, очень красивое, поэтичное такое название. И как-то немножко не Dying G Meory, а как-то Dying G Meory. Немножко другого произношения. Я просто не могу запомнить это. Но помню, что я что-то говорю неправильно. Это большой шампунь, 500 мл. Могу сказать, что это хороший шампунь. Хороший очищающий шампунь. Его нужно мало, то есть его нужно раза в три меньше, чем я добавляю какого-то обычного масс-маркетовского шампуня. Ну, просто обычного какого-то шампуня. Даже не масс-маркет, даже тут же и стель, не важно. То есть его нужно раза в три меньше, потому что он густой, он концентрированный, он хорошо пенится, хорошо распределяется, то есть хорошо очищает волосы. Нужна ли после этого продукта маска, бальзам, спрей, не смываемый? Надо, потому что волосы очищает хорошо, но очень-очень сильно их путает. Поэтому, смотрите, удобный носик, удобный дозатор, приятный аромат, действительно, он очень-очень приятно пахнет. Может быть, женьшеньем, вот что-то такое. Шампунь вот такого цвета коричневого. Хороший продукт, мне понравился, несмотря на то, что я не люблю азиатскую косметику, в большинстве своем случая, да, но все равно я не зарекаю, что я там ничего не куплю, что я ничего не попробую. Просто я пробовала многое, и мне большинство не подходит. Но для волос, в принципе, подходит. Хороший шампунь. Надолго хватает, что тут еще сказать. Далее, про азиатскую косметику. Также у меня кремушек, девчонки, почти закончился. Закончил вот пятница, суббота, вот закончил. Совсем капелюшечка осталась на день, на два. Это марка Банди. Это тоже корейская косметика. Конкретно этот крем 20 мл я получала в подарок за заказ бренда. Бэби Коттон. Это переводится, написано, нежность хлопка. Обалденный крем. Несмотря на то, что изначально меня как-то испугала консистенция, она вроде легкая, но мне показалось, что она типична для типичных азиатских масс-маркетовских кремов. Для рук, то есть такой, ну как бы гелевой, что ли, консистенции немножко. Достаточно легкая, но, в принципе, по нанесению этот крем классный. Он быстро впитывается, он увлажняет, он питает. Руки бархатистые, просто обалденные. Аромат. Бомба. Аромат просто потрясающий. Но он очень яркий. Он прям too much, гипер-гипер, но он очень приятный. Это действительно аромат хлопка, может быть, с детской присыпкой. Что-то вот такое вот, какая-то детская косметика, такая нежная, кремовая присутствует. Не зря написано baby coat, он, возможно, просто нежность хлопка. Это, ну как бы, примерный перевод, не дословный. Не буду утверждать. Потрясающий дизайн. То есть, здесь нет, я еще не люблю зятскую косметику за вот эти все мордочки, мишки, зайки. Ну, мне не нравится. А вот такой дизайн мне нравится. То есть, это красиво. Это такой красивый, приятный дизайн. Либо же мне нравится, когда просто там вот фрукты какие-то нарисованы. Вот как у Фруди. Просто красивые, сочные фрукты. Нет вот этих всяких мордочек, губок и так далее. Мне кажется, это косметику изрядно дешевит. Но лично мне неприятно. Ну, мне не 5 лет, я этот период давно прошла и не 15, знаете. Это красиво, это выглядит красиво, это хорошо работает. Это обалденно просто пахнет. Потрясающий крем. Я просто в восторге. Естественно, ну, тут прям совсем, мне кажется, даже в пятницу, возможно, он у меня закончится. То есть, сегодня, да, уже пятница. И я выкину. Ну, это просто что-то потрясающее. Так мне понравилось, с таким большим удовольствием пробовала. Так что я вот так, фокус, ты куда? Так что я думаю над тем, чтобы какие-то такие марки, может быть, еще попробовать интересные. Может быть, какие я еще не пробовала или что-то прям совсем заманчивое. Потому что я, как бы, говорю, мне не подходит, мне не нравится. Ну, почему я так говорю? Потому что я пробовала, а не просто, знаете, там, фантазирую. Все, мне не нравится, но я не пробовала. Ну, это, как бы, было бы необъективно, да. На смену вот этому крему я хочу показать. Обычно я не показываю, но покажу. Я возьму вот такой вот крем. Это уже полноразмерный. Это коробка. От него 50 мл. Вот так выглядит полноразмерный крем в коробке. И он идет в 50 мл. Стоимость его около 700 рублей. То есть это не совсем дешевая азиатская косметика. У них там есть крема для тела. Там они тысячу с чем-то стоят. Ну, то есть вы понимаете, что соотношение цены и качества повыше, чем, ну, прям, совсем бюджетная азиатская косметика. Так, обалденно. Ну, вот что обалденно, то обалденно. Чего я буду врать, да, или наговаривать, и всех под одну гребенку косить? Конечно, нет. Написано мускатная лилия. Лилия муск. Ну, мне кажется, что, наверное, мускусная. Так. Так, возьму на смену вот этот кремчик и буду пользоваться. Посмотрите, какой красивый дизайн. Так стильно, дорого выглядит. Просто вот хотелось вам показать, как это в полноразмере выглядит. Так, следующее. Давайте покажу вам гели для душа. Тут прям у всех все закончилось. У доченьки закончился вот такой вот гель для душа-шампунь для волос. Бэбл. Глубника. Мне не нравится эта марка, не нравится этот продукт. У меня мужик постоянно покупает. Я говорю, не покупаю. Он пойдет быстренько, забудет и опять купит. Он у нас уже третий раз. Я прям запоминаю эти разы, потому что не нравится. Так, к качеству претензий нет, что он там ничего не сушит, ничего такого нет. Ну, запах очень химозный, такой прям гнилой клубники. Я не знаю, мне не нравится. Это противно. Ну, наконец-то закончился. Я прям рада, потому что мы дочке купили другой продукт. Девчонки, честно, какие-то разовые такие покупки, там, где один-два продукта покупаю. Возможно, они не войдут ни в какие покупки. Вы их уже увидите в пустых банчиках. Потому что они купили и сразу поставили что-то в использовании. Ни с чем вам показывать. Ну, посмотрим. Может, еще что-то так по мелочи наберется. Я вам покажу. Вот так просто говорю, что купили что-то другое. Далее. У мужа закончился вот такой вот гель. Это Донт Би Гель, Сори Нуд Сори, Алоэ Вера и Кактус. Большой объем 30-45 мл. Честно, мне этот гель муж подарил на какой-то праздник. Но я его так аккуратненько ему под шумок и сплавила. Говорю, это азиатский. Мне не нравится. Пробую. Сам пользуюся. Значит, могу сказать, что это у нас... Блин, ну как какая-то... Неважно, в общем, он азиатский. Какой именно, китайский или корейский или японский, я не помню. Тут долго нужно искать. Он, знаете, он не противный. И если бы мне там не было никаких гелей, я бы им воспользовалась. Ну, вот он не пахнет ни алоем, ни чем-то еще огурцом. Кукумбиром. У него какой-то размыто такой аромат. Сладковато, цветочно, фруктовый. Вот что мне еще не нравится во многих марках, что... Азиатских, что у них размытость ароматов. То есть написано одно, ты начинаешь откручивать, нюхать, а оно этим не пахнет. Или пахнет, а потом этот запах куда-то улетучивается. Короче, я не захотела им пользоваться, оставила мужу. Муж использовал. В общем, вот как-то так. Вот. И сейчас покажу свой гель. Очень-очень классный, обалденный гель от Гурмандис. Мандарин Кетер. Обожаю марку Гурмандис. Этот просто потрясающий гель. Невероятно. Как же он потрясающе пахнет. Это просто сказка какая-то. Это, знаете, не плоский какой-то там запах цитруса. Это дорогой. Такой... Какая-то даже композиция парфюмерная. Тут и мандарин, да, чувствуется. И кедр. И это так все закручено, красиво раскручено, что очень дорого звучит. Потрясающе. Просто заходишь в ванну и получаешь удовольствие. Качество, конечно, как всегда, выше всяких похвал. Гурмандис. Тут... Так. Упля. Тут нечего сказать. Просто одно удовольствие было с ним мыться. Особенно на... Мне кажется, оно даже на любое время года подойдет. И я хочу себе такое молочко для тела. И хочу повторить этот аромат. Потому что он мне очень-очень понравился. Так. Дальше. У меня закончился вот такой вот антиперспирант от Ева Эстетик. Это повторная покупка. У меня уже был такой антиперспирант. И я его еще раз купила. Так. Я рассказывала о том, почему я покупаю люксовые антиперспиранты. Потому что у меня на обычной масс-маркете, типа там, Рексона, да, в Леди Спитстик, и т.д. и т.п. Аллергия. Начинается воспаление лимфоузлов. Вплоть до того, что шрамы остаются на всю жизнь. И очень болевые ощущения. В общем, загноение подмышечных впадин происходит. Это очень все страшно, больно. И я перешла на люксовые антиперспиранты, на аптеку. И могу сказать, что меня абсолютно не доставляет какого-то удовольствия тратить на антиперспирант много денег. Одно дело, когда ты там покупаешь новую помаду, новый крем для рук, новый какой-то крем для тела, ты этим пользуешься, ты получаешь удовольствие, да, вот от запаха, от цвета. А тут просто это как бы необходимость, и необходимость, в которую приходится вбухивать много денег порой. Поэтому я как-то взяла на пробу вот такой антиперспирант, и оказалось, что он не очень подошел. Он здорово защищает. Он не вызывает никаких аллергических реакций. Очень классный, с большим удовольствием им пользуюсь. И не только его хватает. И из бюджетных у меня еще от L'Etoile тоже. Я в шариках беру, потому что кремовые забивают поры. Распылители тоже мне не нравятся. Я только вот шарики беру. Еще от L'Etoile мне нравится. Так, следующее, что хочу показать, это вот такое вот масло для губ от Influence. Lava Lip Oil. Оно не совсем закончилось. Но я показываю вам сейчас, потому что я уже знаю, что его хватает на неделю. 6 грамм, и оно очень быстро заканчивается. Я его открыла в понедельник. И вот, чтобы вы видели, сколько его уже нет. И хочу сказать, что я буду использовать, пока будет вот эта вот фаза прозрачная, когда останется только вот такая вот фаза... Так, покажу вам, да? Маслица. Зеленая фаза, я вот такая вот... Ладно, сейчас расскажу. Я все хочу в одну секунду. Значит, когда останется только зеленая фаза, я выброшу его, потому что именно в зеленой фазе находится сам аромат, сама сладость, потому что он со сладостью. И я, честно говоря, даже стараюсь его, эту зеленую фазу максимально меньше цеплять, то есть использовать белую. Потому что, ну, я не люблю, когда сильно ароматизированные продукты на губах. Хотя этот аромат прикольный, это арбуз, но я его использую второй раз подряд, и, как бы, ну, немножко такие ароматы навязчивые, чуть-чуть поднадоедают. Хотя приятный. Очень классный, тянется к нему рука, обалденно ухаживает за губами, просто реанимирует их, супер-пупер комфортный, долго держится. Кстати, когда останется зеленая фаза, никаких уходовых свойств в ней не будет, она будет у вас через минуту слетать, при этом будет очень-очень сладкая, поэтому, как бы, не вижу смысла ее добивать, ну, как бы, и не хочется. Еще минус в этом продукте, то, что он подтекает. Кстати, его я получала в подарочек за заказ с одноименного бренда. Подтекает, постоянно нужно протирать, постоянно нужно за этим смотреть. Значит, и вот такая вот палочка для нанесения. Да, это не самый удобный способ, но, в принципе, видите, как... Это прозрачно, так может быть видно, немножко зеленый оттенок на голой руке, но на губах этого не будет. В принципе, если вы, знаете, начнете пользоваться, и продукт классный, хочется им пользоваться, к этой палочке вы привыкнете, да и все, будете пользоваться. В общем, я доиспользую именно эту белую фракцию, зеленую уже выкину. Показываю вам сейчас то, что девчонке максимально хочется, как только прозрачная фаза закончится, выкинуть, потому что, ну, он течет прям и липкий, именно вот как-то, ну, липнет к чему-то, не хочется и другие пустые панночки, потом вымазки. В общем, вы видите уже второй подряд. Классный, все нравится, использую, выкину уже в конце недели, хватает его на неделю. И последнее, что хочу вам показать, это жидкое мыло бархатной ручки для меня и моей семьи. Дойпак повторно покупает. Мой муж, ему нравится то, что это мыло такое, типа, нейтральное, особо не пахнет ничем, короче, не раздражает, руки моет, и да и ладно. Ну, я не в восторге от него, но оно такое, нормально ни о чем, то есть не привлекающее к себе внимания. Это все пустые баночки, которые хотелось, там даже тоже с фокусом, хотелось вам показать. Всем большое, всем большое спасибо за внимание, обратите внимание на эту марку, которая мне очень понравилась. Всем пока-пока! Пока-пока-пока-пока!